Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 14 мая, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group, студию ведущей Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Заявление представителей ЕЦБ о том, что сроки повышения основной процентной ставки рассматриваются в кварталах, а не в годах, как это было ранее, оказало поддержку евро, но также и умеренное ослабление доллара США способствует укреплению котировок пары. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов, так как укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов, но риск дальнейшего роста остается высоким. Средняя дина и волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается выше среднего значения за месяц, но и сегодня не приходится рассчитывать на сильное охлаждение рынка. Дальнейшее укрепление котировок пары все еще рассматриваю в качестве основного сценария. Ближайшая цель для покупателей расположена в отметке 1.2015, а сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. Покупатели продолжают тестировать на прочность сопротивлению отметки 1.3600, что увеличивает риск возобновления восходящего движения к 1.3660. Но учитывая низкую насыщенность новостного фона, торговая активность может оставаться умеренной. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как однонаправленного ценового движения все еще нет. При этом открытые интересы и объемы торгов снижаются. Средняя дина и волатильность за последние 5 торговых дней удерживается незначительно ниже среднего значения за месяц. Но и сегодня волатильность торгов может оставаться умеренной. Прорыв сопротивлению отметки 1.3600 может стать подтверждающим сигналом готовности покупателей продолжить рост. А сейчас придем к валютной паре доллар США-канадский доллар. Слабость доллара США продолжает оказывать давление на котировки пары. Но умеренное снижение цен на нефть сдерживает продавцов от более мощного нисходящего движения в краткосрочном периоде. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов, так как укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов. Средняя дина и волатильность за последние 5 торговых дней удерживаются заметно выше среднего значения за месяц. Поэтому сегодня торговая активность может оставаться умеренной. Риск дальнейшего ослабления котировок пары продолжает увеличиваться, и лишь обвал нефтяных котировок отменит данный сценарий. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова